здравствуйте друзья в сегодняшнем видео мы рассмотрим каким диаметром сверлить отверстие под резьбу тема достаточно интересная запрос популярны и многие люди ищут и кстати до сих пор задают эти вопросы мне как в комментариях так и пишут в различных социальных сетях на которые кстати вы можете подписаться в описании к этому видео мы начинаем как же это все происходит итак естественно для того чтобы нарезать резьбу надо изначально просверлить отверстие как вы видите у вас есть диаметр отверстия который мы получаем с помощью сверления но чаще всего это происходит именно так следующий этап вы должны с помощью инструмента в данном случае это мечик вы должны будете нарезать резьбу тусмичек входит в тело детали потом он выходит назад и вы получаете в принципе уже годную резьбу бывает набор мечиков то черновой чистовой но будем рассматривать это все с одного перехода и дальше вы получаете уже годную резьбу или негодную может быть а может и годную но во всяком случае она готова и остается только проконтролировать комплексными какими-то калибрами проверить с помощью шагомера проверить шаг резьбы и в принципе ваше изделие уже в части нарезания резьбы готова какой инструмент вы мы выбираем смотрите у нас есть сверло да есть диаметр отверстия кто-то скажет это все просто на самом деле потом такие задаются комментарии то есть лучше разложить все по косточкам да то есть диаметр отверстие диаметр отверстия полностью копирует копирую до диаметр сверла диаметр сверла обычно указывается либо на упаковке либо на самом сверле из упаковки нету но в основном это упаковка либо наносится гравировка на самом сверле диаметр обычно всегда указывается ну если он не указан друг вы можете его замерить вот по этим перьям да по наружному диаметру и в принципе уже определить какое у вас сверло имеется в наличии итак давайте рассмотрим параметры нарезаемой резьбы тоже немаловажная тема как увидите здесь есть винт и есть гайка есть и деталь массивная там какое-то отверстие резьбовое то естественно винт ворачивается в саму в само изделие да может быть это гайка которая наворачивается на ваш какой-то винт то есть могут быть различные варианты а в нашем случае мы должны определить естественно отверстие которое должно быть в гайке до просверлено под наш винт то есть это диаметр d1 вот так вот мы его обозначим мы его должны с вами определить как увидите что винт который ворачивается да он выходит за наш диаметр нашей гайки или диаметр нашего отверстия до под резьбу он выходит вот на это расстояние какое это расстояние мы сейчас с вами рассчитаем и вы поймете эту элементарнейшую формулу итак самый простой способ определения диаметра под резьбу естественно все привыкли что есть таблицы но есть очень простой способ как это можно все посчитать для примера возьмем диаметр резьбы м20 обратите внимание что резьба обозначена на чертеже и она большего диаметра чем ваше отверстие соответственно даже на чертеже конструктор диаметр отверстия не указывает то есть указывается диаметр резьбы до м20 давайте разложим по косточкам м20 резьба метрическая диаметром 20 миллиметров ну тут все понятно и просто когда не указан шаг он выбирается стандарты в нашем случае это два миллиметра вообще рекомендую два с половиной по моему миллиметра но мы выберем два разницы тут нет опять же скажу диаметр может быть абсолютно любой и шаг также может быть стандартный либо нестандартно указанных конструкторов далее получаем в данном нашем случае маркировка будет м20 на 2 что нам остается нам остается конечно рассчитать диаметр отверстия под резьбу получаем 20 минус 2 равно 18 да 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 ребята формула достаточно простая то есть вы от диаметра вашей изначальной указанной резьбы отнимаете указанный шаг соответственно резьбовой виток выступает в тело детали на грубо говоря в каждую сторону на половину до 50 процентов шага резьбы соответственно под такую резьбу вы выбираете сверло диаметром 18 есть самые популярные резьбы и диаметры отверстий да вот такие таблички вы их можете просто поставить там на паузу до скачать или сделать скрин экрана есть таблица отверстия под метрическую резьбу таблица отверстий под трубную сантехническую резьбу таблица диаметров отверстий под американскую дюймовую резьбу также таблицы диаметров отверстий под мелкую дюймовую резьбу и трапециедальную резьбу конечно вы все здесь диаметре не найдете новых обязательно идете в гост 19 257 73 года чтобы скачать этот гост его достаточно вбить в любую поисковую систему он есть в открытом доступе вы можете его скачать и в принципе распечатать себе таблички и не париться всякими расчетами спасибо за просмотр друзья ставьте лайки дизлайки если не понравилось делитесь друзьями и не забывайте подписываться на мои социальные сети так как youtube неизвестно сколько еще проработает всем добра пока пока